ребятушки всем привет всем желаю хорошего дня всех вас целую люблю до луны и обратно в общем я почитала комментарии по поводу той кастрюли моей многие прям один голос пишут что этот чугун ну да наверное скорее всего потому что он просто тяжеленная такую тяжелую кастрюлю там или сковородку никогда не держала да и много было комментариев и советов по поводу что ее надо прокалить но я-то откуда знала что ее надо прокалить я же не знала если бы не подсказали сказали смазать маслом хорошо я сейчас внутри смажу маслом а как же мне тогда быть снаружи вот смотрите я вообще подумала что это какая-то ерунда я вообще думала в этой кастрюле на следующий год посажу цветы какие-нибудь уличные попробуем сейчас смазать маслом и прокалить все это дело так масло масла я думала что это какое-то железо думаю раз она выпустила ржавчину значит это скорее всего из железа сделана эта посуда сейчас будем делать по вашему рецепту и прям причем не один человек прям один за одним все пишут вот так то и так тому это за ней нужен специальный уход там и все прочее так вот масло наливаю сейчас размажу салфеткой о это салфетки девчонки помните что я крутила на на стол как их цветочки вот потом я это все дело разобрала и вот так сложила в пакет ну и можно вот сейчас пользоваться так смазываю все 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 масло прям хорошенько ну и все и ставлю колить вот так правильно что все сделали чинки ну вы мне напишите потом а вот как быть снаружи я я что-то ничего не поняла как снаружи должно быть снаружи она тоже облазит так все включаю воля посмотрим что будет дальше девчонки этих не повесил зеркало то что мы привезли и я чё сделала в первую очередь короче я же вам говорила что умываю все хозяйственное мыло сода это лучше всех пилингов вот я вам серьезно говорю лучше всяких скрабов и всего прочего то есть обычное хозяйственное мыло вот это сода и прям начинаешь все поры все 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 натирать вот сами посмотрите эффект просто сногсшибательный то есть нет никаких шелушений там ну короче ничего нету да особенно у кого кожа жирная потому что сода она расщелачивает в общем эффект просто вау просто вау я чё-то подзабыла пока мы в этот дом когда переехали что все забыла да что надо эти манипуляции проводить а тут зашла думаю о зеркало думанах на что то придумать на что-то намазать думаю точно я же сода ничего уже давным давно не делала и в общем вот обычная сода пищевая обычная хозяйственное мыло и поехали минут пять и я вам говорю вот эти все напоры забиваются когда тональный крем я использую ну и все равно сами понимаете там всякие эти налетают и общем не прыщей ничего абсолютно нету в общем классный эффект просто просто вау девчонки прокалила я эту сковороду и кастрюлю прокалила ну все стоит она и не знаю помою в они сейчас стоит ужасно и все настежь открыто у меня прямо началась задыхаться такой кашель было вот этой гарри наверное такие вещи надо делать на улице скорее всего не скорее всего точно а сейчас готовлю ленивые ленивые голубцы в общем тушеная капуста тушу капусту достала фарш но я половину фарша пущу сюда и обжарю сейчас вместе с капустой и добавлю потом лук томатную пасту в общем все что вы добавляете на голубцы плюс морковку еще и это все сейчас буду пережаривать и лук тоже буду пережаривать вот этот фарш искали там все вместе жарится девчонки всем спасибо кто меня поддержал что по поводу операции кто меня понял их большинство их прям вот вообще ну и были конечно единицы там какие-то прям единицы единицы которые говорят еще кто знаете с таким и там такие длинные прям комментарии вот она смотрите-ка ремонт не сделали она там операцию такие деньги тратить да вот и шкафов ничего нормального нету ну так извините вы заехали сюда только несколько месяцев назад в ново построенный дом где только сделано новое отопление новая электрика конечно же все будет я надеюсь что в концу этого года что-то прям действительно здесь уже вырисуется такое может быть не до конца на 100 процентов но процентов от 50 до 70 мы что-то по ремонту сделаем и тебе не стыдно и ты о чем думаешь и гляля-ля и траля-ля но в таком вот плане но их мало это вот кто-то там один-два-три а в основном меня все поняли и также я свой не буду в лоб вести там только операции только говорит постоянно об этом похудении нет девчонки я сказала когда уже все все анализы пройду сделаю там эту операцию чтобы все удачно прошло ну и как бы все и как вы так и я буду сама наблюдать за своей трансформацией все то есть я не буду на этом зацикливаться постоянно об этом говорить и трезвонить там просто поставила в курс вас так что блока мои блока моей жизни вот я и поделилась а то что будет проходить на данном этапе моей жизни а вот такие комментарии да на них внимание не стоит обращать одна прям вообще вот такой вот на этот написала сразу я не без ответа без непривета сразу же ее удалила вот так ребятки я так считаю за 9 лет с тремя детьми сделать такой фронт работы извиняйте это не каждому дано не каждый может за 9 лет столько сделать еще и воспитывать трое детей и вот в таком плане да это я отвечаю не не моим подписчикам а которые уже не мои подписчики которые в бане но возможно они меня смотрят мы здесь живем я вижу кто здесь сколько что делал я тоже смотрю кто кто чем занимается некоторые есть такие семьи у них старики там да им по 80 там уже лет за 80 они получают офигевшие пенсии то есть двое стариков в семье там и плюс сын невестка там понятно дети да получают огромнейшие пенсии и ничего с эти старики там ну в общем вот как бы я так хотела рассказать да и вот эти вот молодые они абсолютно ничего не делают я уже молчу там о каком-то ремонте я молчу о каких-то ну максимум их не это на на втыкать пластиковых окон все а мы без всей либо помощи без селеба там чего-то извне мы его такую вот фронт работы провели я считаю это очень хороший фронт работы большой фронт работы но я же говорю воспитывая троих детей не получая ничего извне так что и кто вот так вот прям лютует по поводу моих там шкафов и моего ремонта конечно же у меня будут и шкафы и причем не самые плохие конечно же не будут и обои из хорошей серии хорошая плитка все это будет девчонки потихоньку мы мечтали о хорошем отоплении мы его провели мы хотели хорошую крышу многие знаете то я крышу перекрыл какой-то профлист навтыкал там да мы крышу подошли крыши подошли основательно до переплатили да это стоило намного дороже чем там обычный какой-то профлист да это металлочерепица она у нас противоградным покрытием отопление еще раз говорю можно было батареи купить там какие-то дешевые алюминиевые мы купили хорошие стальные батареи мы тоже за это переплатили на прям прилично так и ремонт тоже будет и хорошие обои будет и будет хорошая дорогая плитка все будет девчонки все я в этом прям вообще не сомневаюсь и моя операция на это никак не повлияет абсолютно никак да дорого да ночью делать раз все методы перепробованы и надо попробовать этот и кто-то там и меньше жили меньше пей девчонки я все это в курсе все это знаю вы думаете что я ничего не проходила никаких диет и никаких там тренировок и никаких пробежек и все это мы проходили у каждого свой своя особенность скинуть не проблема кто-то не там посмотри тот канал посмотри насколько раскинула но вот марина мироневич да согласно девчонки тут просто не крути как ни крути она молодец она вот прям прям сама себя сделала ну я не марина мироневич мне как-то ну как там не знаю и так как и метод марина мироневич наверно мне как бы не подходит да она там все готовит но понимаете объем порции вот то есть он сейчас мне звонят объем порции желудок видать растянут дно до таких размеров что 200 грамм это это депрессия это недоедание это вечный голод то есть мой организм 200 грамм еды абсолютно не чувствует абсолютно поэтому у каждого свои методы потом еще там еще еще каналы мне какие-то скидут посмотри этот канал но то что они похудели это еще не факт что я тоже худела я их на 20 килограмм худела но это не факт что после этого я опять не наберу я худею на 20 набираю 25 я худею на 10 набираю 15 это девчонки происходит годами поэтому это до отчаянный такой метод это такой самый последний метод это мой самый последний шанс которым я должна воспользоваться и я думаю что я им воспользуюсь смысле думаю я конечно же не воспользуюсь этим шансом но если уже из этого ничего не получится ну тогда уже тогда уже все как говорится я думаю у меня все получится я много читал много читаю отзывы как и хороших как и плохих что делать чтобы не допустить каких-то ошибок так что ребятки вот так все будет нормально я не волнуюсь и вы не волнуйтесь все будет хорошо а так так же будет канал обо всем обо всем сейчас весна придет частью мы только не будем делать девчонки поэтому я не буду зацикливаться только там о похудении говорить не все страдают у нас лишним весом абсолютно не все и то кто меня смотрит кому интересна моя жизнь жизнь моей семьи конечно же ему не очень будет интересно смотреть там только про моё похудение это будем просто всем как говорится наблюдать и все так ну ладно ребятки сейчас лук порежу лук морковку добавлю пускай это все тушится так ребятки вот принесли нам пакет это тоже из части обычаев в общем до года каждый месяц жарят лакумы раздают до года потом делают год то есть в день смерти каждый месяц вот лакумы они горячие еще так вот такой пакет конфет всяких всевозможных каких только нету вот видите много тут на килограмм целый и фрукты это вот по соседям вот а потом уже делают годовщину делают год вот видите ну все у меня все готово все вот что у нас получилось те же самые голубцы только нарезанные я чуть-чуть риса добавила много не лажу риса и зелень не стала добавлять чтобы свежую насыпать в тарелку я пробовала еще с этим делать с гречкой но это на любителя кто любит гречку тому понравится тоже в интернете где-то высмотрела вот блин а хотела красиво она упала мне так девчонки получилось такие голубцы со сметаной сметану сюда положила она туда скатилась и такая красота чем не блюдо да блюдо девчонки смотрите спустились чердака вот этот телевизор и хотим его поставить кухню чтобы хоть чего-нибудь говорила 8 этот телевизор новыми когда сюда приехали это иди кого эти кому дяди дарили на юбилей и он им не пользовался и мы приехали у нас тоже телевизор был и мы как-то его убрали на чердак и вот он уже сколько там простояв сколько лет 9 лет сейчас спустили попробуем а триколор мы сделали триколор сделали там знаете в чем была проблема с триколором было все нормально с кабелем кабель ну не знаю может это перегнулся или загнулся и в общем мы так и так и так и перепрошили же его окажется причина просто кабель этих с утра полез с кимуром поменяли и вуаля все работает но если еще и на кухне был бы сейчас телевизор было бы вообще классно потому что все посчитать целый день здесь и уроки мы скамила здесь делаем старшие там делают у них там свой стол этот компьютерный компьютерный письменный а комуся здесь я здесь я вот нет было бы хорошо так ну все эти киа говорила там начале ролика нет этих ездил сейчас смотрел новую работу в общем договорились понедельник выходит на новую работу и скорее всего будет там оставаться но не каждый день будет приезжать домой потому что работа в каком-то ауле в далеком почему он согласился потому что как правило далекие аулы мастеровала видят работать потому что транспортные расходы туда-сюда да не все соглашаются особенно когда и в городе работы много и вот он согласился но они очень хорошо платят прям очень хорошо и поэтому согласился так что все свои вот эти вот анализы все туда-сюда я буду проходить без него на машине конечно это было бы все быстрее я бы дня за три наверно все прошла но мне надо так все рассчитывать чтобы еще и комуся комуся же рано со школу приходит раньше всех она у нас одна никогда не оставалась она все равно маленькая еще одно ей оставаться и не надо так будет все рассчитывать чтобы до ее прихода уже быть дома а ну ж видите еще в саула саулов город там маршрутки ходят по определенному времени то есть у нас мало нету маршруток так так в любое в любое время чтобы ты сел и приехал у нас там сколько раз в день ходит маршрутки я забыла уже раз пять наверно четыре дать ему четыре раза четыре раза в день будет маршрутка с города в аул саулов город ну кто хочет уехать в массе не проблема не проблема у нас многие на попутках едут как на попутках вот и стоишь да и никто мимо эту редко когда кто-то проедет мимо обязательно кто-то остановится тебя подберет довезет докуда может до твоего аула там или до соседнего аула в общем вот так вот ну ничего это ерунда это ерунда сеть этикну яно уже не успеют а он сейчас едет в город и купил цифровую приставку на этот телевизор мы купили антенну новую ну такая старая новых с тех образцов рожковой антенна а так будем просто с антенной сейчас телевизор и не показывают надо обязательно цифровые приставки либо приставку цифровую либо телевизоры сейчас у же со струнными цифровыми приставками ну здесь сами понимаете телевизор сколько уже просто то что он новые что и никто не пользовался а так он старого образца и поэтому попробуем этих приставок у нас тоже сколько уже было они горят страшно вот полгода попользовался там мужу сколько их 45 штук наверно поменяли ладно ребятки и чудила хочу делать телевизор потом купим новые час куда их вешать ладно мои хорошие чё на этом я с вами прощаюсь вот такой вот у меня сегодня влог домашний никуда не выезжали все что дома делала показала все всем пока пока всех вас целую любви долны и обратно